Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сказал, народ надо было построить А я думал, порт новый без его надо было выстроить Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Тихо, тихо, тихо ДимаTorzok Извините, а вам на севере строить не доводилось? Нет, не доводилось Да, не Крым у нас, что и говорить, не Крым Море везде море, море везде море, порт везде порт Не скажите Как ваша фамилия? Харитонов Федор Максимович, бригадир подрывников Не люблю, когда меня перебивают Не скрою, мое назначение суда было для меня неожиданным Тем не менее Извините, а Александр Павлович, стало быть, не приедут? Нет, он не здоров Ах ты беда Душевный человек, Александр Павлович Мы с ним бывало в бухте Тикси Тем не менее, приказ есть приказ И я согласился принять эту стройку Да А мы думали, Александр Павлович приедет Нет, слушок был Мы с Александром Павловичем еще Я же объяснил вам, он не приедет Крислали меня Ну что ж, милости просим Нам все одно, лишь бы человек Надеюсь, сработаемся Да, мой бог Прораб Грохот Прошу в дальнейшем приходить на работу в форме, как положено А сейчас засединить по углице Да у нас на севере... Вы тут руководили стройкой Я Впрочем, мы с инженером Павловичем Казаковым На коллективных, так сказать, начала Да, на коллективных началах хорошо вечеринки устраивать складчину А не стройкой руководить Должен сказать, что начали выстроить плохо, из рук вон План сорван, время упущено Придется наверстывать Перед нами стоит трудная задача Мы должны построить порт А мы думали, сортир Как ваша фамилия? Как фамилия? Баба Прошу говорить по одному Не слушайте, Иван Иванович Глупый человек глупое слово сказал Мы затем сюда и пришли Нечего разговаривать, работать надо Мы к работе привыкшие Затем и приехали Не за длинным рублем приехали Строить мы согласны Поменьше болтовни, дело показать надо А то мы согласны Че говорить? Ясно? Он пьяный Давай У кого спирт? У меня Как ваша фамилия? Сопрыка Заведую хозяйством Но спирт выдаю И это подчеркиваю Только с разрешения Степана Емельяновича Спирт сдать немедленно Слушаюсь Кому? Врачу Врач есть здесь? Да, это я Как ваша фамилия? Ольга Васильевна Навродская Здравствуйте Прошу принять спирт у завхоза Угольте, голубчик, не могу Все знают мой чувствительный характер Не могу При чем здесь характер? Чувствительный человек Словно безоружный Среди хорошо вооруженных Что вы сказали? Это не я Это Б. Ауэрбах сказал Он умер, он был философ Что с вами, девушка? Простите, мне вспомнился фарс Очень смешной Вы кто будете? Я буду инженер-гидролог Елена Музыченко С вашего разрешения Это вы делали промеры бухт? Да, я И вы настояли на том Что порт построили Именно здесь, на острове? Да, я Я смотрел ваши промеры Они сделаны добросовестно Странно, я почему-то думал Что Музыченко мужчина Жалею, что разочаровала вас Дел много Людей мало Очень мало Через год сюда придет Новая партия рабочих Мы должны подготовить им Широкий фронт работы И прежде всего причалы Досадно, что беспорядки Придется работать день и ночь В любую погоду Сорок метров причала К навигации Кровь с носу Мы должны это сделать Обязаны Вот тебе и начальник Это ты мне человеческое слово скажи Если ты начальник Обматери меня Обматери любя Ворчит, ворчит И весь этот разговор А я скажу, братцы Нам как раз нужен железный человек Распустились мы Дальше ехать некуда Тронная речь нового калифа Была устрашающая Да, голубчик Как раз то, что я Чувствую Теперь че Как же я себя понимать должен Мертвый я теперь человек Держись за меня Савось Не пропадя Серт за язык дел А спирт Спирт доктор Что отдал Как же теперь понимать начальник Умный он или Дурак Золотой он для нас Человек Вот как его понимать надо Что-то я не приметив Золото Что-то не блеснул Золото Ты на его заячьим глазом Смотрел Суслик Большая игра У нас с ним пойдет Товарищ Можно вас на минуточку С чего же Мне нужны молоток и гвозди Найдутся А как не найчишь Чего прибиваться Говорить Это что такое Канарейка Зачем это вам Я в чьих птиц люблю Ну да, конечно Каждому свое Ну, коли так Миша, куда тебя Завезли Завезли, птичка Что за народ на стройке Чего же Я спрашиваю, что за народ на стройке Разнообразный народ Все-таки Всякие люди Всего-то на зимовке человек пятьдесят А люди всякие На любой колер Вак Какой Надобно Какие есть Взять ниоткуда А это точно Это вы правильное слово сказали Ниоткуда Вот какие есть Ни этих прогнать Ни других взять Какие есть С этими вам Иван Иванович И порт строить Все-таки какие есть Так всякие люди есть Есть просто любопытствующие Есть до Длинного рубля жадная Есть до любой работы Охочие Всякие Люди есть А вы какой человек Я Равнодушный человек Равнодушных людей не люблю Будто А мне так кажется, что вы тоже Равнодушный человек Вот когда первый раз вас увидел Казалось, мне непонятный человек А потом присмотрелся И вижу Служащий вы человек Служащий больше ничего Все мы служащие Весь вопрос в том, кто кому служит Вы кому служите? Я никому Я равнодушный человек Людей на стройку Грохот набирал? Он И вас Грохот пригласил? Мы вместе приехали Он не коммунист? Нет, мы беспартийные Давно знаете Грохот? Степана? Да нет, недавно Лет 30 А неужто 30 Точно 30 лет А будто вчера Вожа-то похожа на И на Камчатке были И на Чукотке золотом Или афарт пропевали В Благовещенске Или в Иркутске Сегодня миллионщики И завтра вещи Но и всегда бродяги И всегда бродяги Это нехорошо Когда человек бродяга Бродяга не определенный человек А я люблю определенных людей Я люблю, когда человек окает Значит он волгарь или экает Значит он украинец Такому человеку можно верить У него родина корни есть Бродяге верить нельзя А мы, Вера, не требуем Чуть чего так Мешок за плечи И ай да Вольница, да? Верен, ну легко так жить просто А я вот невольный человек Мне сказали Север, хорошо, север Стройка трудная, хорошо Стройка трудная Я привык подчиняться Но требую, чтобы мне подчинялись Ну что ж Коли мы вам не понравимся Или вы нам не понравитесь Так расстаться недолго Это вы запомните Товарищ начальник Могу идти? Вашим имелем Харитонов Федор Максимович Так точно Вы бригадир подрывников? И это верно У вас отличная память Товарищ начальник Идите Позовите ко мне Музыченко, Казакова и Грохта Есть Звали? А где Казаков? Сейчас найдут его Птичка 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 любитель Птичка любитель Ну-ну Не хорошо вы, Иван Иванович, начали Да, вы считаете Да, народ напужали Нарастревожили Ну, конечно, по незнанию Птичка любитель А где вы Иван Иванович Нарастревожил Лесу, к примеру, мало для стройки завезли. И где взять лес? Ведь лёд кругом, тундра. Я найду. Вы про плавник-то, к примеру, понятия имеете? Вас Степан Емельянович зовут? Точно так, Степан Емельянович. Вы прорабом здесь? Точно так. В случае чего ваши знания будут использованы, я учту всё это, учту. Сейчас попрошу вас заняться своими непосредственными обязанностями. Имею сведения на стройке беспорядки. Взыскивать буду с вас. Строго. Предупреждаю. Спасибо. Большое спасибо. Слушаюсь. Зовите Казакова Музыченко. Спасибо. Слушаюсь. Большое спасибо. Ага. Ага. Да, пожалуйста. Был неприятный разговор? Нет, ничего. Проходите, садитесь. Спасибо. Ну как, устроились хорошо? Нормально. Надеюсь, вы понимаете, что моя требовательность имеет основания. Понимаю. Мне поручена стройка трудная и неожиданная, к тому же план сорван. Ну так вы же знаете обстоятельства. Авария. Мне говорили, какая-то тут у вас авария. Авария, это значит неразпорядительность. Мы высадились здесь на почти пустом берегу. Ни жилья, ни базы. Мы перегрузили все с ледокола на баржу. Ледокол ушел, а... Да, баржа утонула. Да, утонула. Нам оставалось сесть на попутный пароход и уехать. И вы не уехали. Нет, мы не уехали. Мы решили спасти, спасти все. Да наши водолазы, золотые ребята, им цены нету. Тот же Степан Грохот, он же люд в работе. Да Федор, Харитонов, да все женщины, старики работали сутками в ледяной воде. Без горячей пищи и жилья. И спасли все. Каждая железная деталь была протерта. Мы жили тогда в палатках. Это страшно вспомнить, но никто не жаловался. А вот сейчас я разговариваю с вами в жилом помещении, и порт можно строить. И вы еще обвиняете нас? Романтично все, это и даже героично. Надо было просто надежнее заякорить боржу, и не было бы никакого героизма. И три месяца они пропали бы зря. Почему вы такой, Иван Иванович? Какой я? Ну вы же не такой, каким почему-то решили показаться нам. Не надо, давайте ближе к делу. Самое главное дело это люди. Да, люди. Я возьмусь за людей, круто возьмусь, вы не обижайтесь. А круто-то зачем? Для Степана грохота я себе в наставники не возьму, и никому не позволю мною как пешкой руководить. Я вас всех заставлю работать. Работать, а не переживать. А почему вы думаете, что нас надо заставлять работать? Вы что же думаете сами, мы не хотим построить? Не хотим, любим, не любим, это все билетристика. Должны, обязаны, вот мужские слова. Это хорошие слова. А должных хочу, вот это сочтание лучше. В общем так, Иван Иванович, у нас с вами вся зима впереди. Я думаю, мы сумеем поближе узнать друг друга, понять. Я завтра соберу партсобрания, коммунистов у нас, правда, маловато, но все ребята хорошие. Вы нам о своих планах расскажете, а мы вам что-нибудь присоветуем. Ну что же, портурган здесь? Вроде бы. Соберите народ, я приду. Надеюсь. Надеюсь. Это было большинство. Для этого. Надеюсь. Надеюсь. Ну, что вы не забыли, но не забывайте. Открылся, олег, а давайте. Мы не забыли. У нас есть, Фенчук. Да, я не забыли, я убыли. Нет, не забыли. Если ж не забыли, с даром. Открылся, все вы начали. Что вы? Удачи в охоте и счастливой зимовке. Да, проходите. И то взойду. Собачек начальник я к твоим определил. Ничего, ничего, хорошо им. А это что? Батюшки свят, птичка. Постой, дай поглядеть, забыл, как название ей. Киночек? Да, да, канарейка. Видишь ты, канарейка. И живет. Вот и я говорю, живет. Да петь-то уж, наверное, не поет. Нет, петь не поет. Разве тут запоешь? Карпухин с Полуни, может, слыхали? Нет, не слыхал. Да, ну ничего, ничего, соседи будем. Нерпишки не стало. Совсем нет нерпишки, хоть что. Вот и надумал, не у промысля у вас. Мне ведь немного и надо. Патронишка в кружицу немного, а? Обстрелялся я, совсем нечем стрелять стало. Вот что нужно. Начальник, сделай милость, разведи ты нас. Разведи ты нас с ним, сил моих нет. Дурак же ты, Семка, как я на тебя погляжу. Разведи ты нас, не выдержу я. Бьет, больно. Я тебя, начальник, спросить хотел, имеет он полное право меня бить? Не имеет. Значит, нет такого права, чтоб драться. Я ему давно говорил, давай поедем, давай людей спросим. Не хотел. Ну, тогда я собак взял, говорю, сам поеду. Он, конечно, драться опять. Ну, тут же я. Убивать-то не полагается, как же человека убить? Ничего, побледнели, Карпухин, а? Смотри на него, он трус. Трус. Ты что, труса боялся? А вы бы убили? Вы. Хорошо, идите, я разберусь в этом убийстве. Вот я чувствительно вам благодарен. Разберитесь, будьте столь любезны. Я тебя, начальник, такую лесу поймал. Такую лесу. Я привез чертежи, утвержденные главным управлением. Вы здесь строили убыточно, по вдохновению. Вот я смотрел ваши отчеты. Конечно, можно так назвать, отчеты. Один кубометр скального грунта у вас стоил на восемь семь рублей сорок две копейки дороже установленного. Боже мой, рубли, копейки, разве в этом дело? Да, в этом. Копейка государственный счет любит. Как задует хороший нардяга, все эти рубли, копейки в трубу выдует. Нет, ругать нас легко, а строят здесь, на севере. Подойдите к чертежам, пожалуйста. А ну-ка, вы, птичка. А ну-ка, спой-ка. А, не хочется. Не сладко. То-то. А ты ведь сдохнешь, птичка. Сдохнешь. Врешь, не перезимуешь, нет. Сдохнешь, сдохнешь, сдохнешь. По всему побережью морозная погода без ветря. Температура воздуха. В Анкареме 38 градусов мороза. В Анадере 36, в Хуэлене 35 градусов, на Масу-Шайтанском 41 градус, в Раеме 39 градусов ниже нуля. Я сейчас разбужу всех, в одну минуту. Сегодня воскресенье, Иван Иванович. И вчера заморозились все. Сами знаете, но я сейчас всех разбужу в одну минуту. Надо никого гнуть, все давно проснулись. Ой, так вы один будете кушать, а? Чего не было гонга к завтраку. Ой, сейчас. Какие у нас люди стали правы, даже совестно. С добрым утром и хорошей погодой, гражданин начальник. Разрешите сесть. Спасибо. Спасибо. Так. Спасибо. Спасибо. Вам что? Да нет ничего. Метель-то. Метель унялась, а скажите на милс. Вот природа это. Что природа? Да нет, ничего. Я относительно Метеля. Относительно судьбы своей так же хотелось полюбопытствовать. А именно? Скучаю я. Вместо того, чтоб скучать, исправнее за собаками глядели. Смотреть на них противно. А что на собаку глядеть? Собака не барышня. Я вам сказал, что на промысл вас не пущу. Вы не годитесь для промысла. Зря, однако, Иван Иванович. Зря пренебрегаете. Я ведь сочувствую вам. Один, может быть, среди всех и сочувствую. В нашем сочувствии не нуждаюсь. Нуждаетесь, нуждаетесь. Одинокий вы человек, Иван Иванович. Волки и то стаи бегают. А вы один. Все один. Не любят вас, Иван Иванович, люди. Не любят, что поделаешь. Это я вам досконально. Если угодно, всю их организацию, компанию, шайку-лейку могу с потрохами на блюдечке. Скомандуйте только. И о Харитонове Федоре Максимовиче осведомлен. И об Ольге Васильевне Навроцкой. Имею фактики. Прикажите только. Доброе утро. Как почивать, извольте? А я не спал. Я уже три ночи не сплю. Ай-яй-яй, скажите на милость. Когда ужасы жизни превышают ужасы смерти, человек кладет конец своей жизни. Глупости все говорите. Нет ни глупости, товарищ начальник, ни глупости. Когда мы страдаем телесно, говорит философ Артур Шопенгала, мы равнодушны ко всем прочим горестям. Но сильные душевные муки, имейте в виду, товарищ начальник, заставляют вас забыть о телесных. Мы их презираем. Это Артур Шопенгала рассказал. И позвольте присовокупить от себя, товарищ начальник, что я не убоюсь веревки и цианистого калия и даже головой в майму. Господи, ну что вы говорите, Евгений Петрович? Отчаянно вы говорите. Товарищ начальник, отмените приказ. Отмените приказ, товарищ начальник. Ну ведь смиряться же будут над вами. Вы что думаете, что мне вы говорили, да? Вы всю Арктику припечатали. Где-нибудь на острове уединения или на мысе желания. Это беспорядок. Нарушение дисциплины. Ну ведь не Москва же у нас. Не Москва, не Питер, не Сочи. Ведь других развлечений-то нет, товарищ начальник. Извольте быть, как полагается, радистом, а не шутом Гороховым. Ну вот такой я весёлый человек. Вот весёлый человек и работать люблю весело. Ну, товарищ начальник, ну отмените приказ. Ну отмените приказ, товарищ начальник. Значит, без жалости. Убийца. Евгений Петрович, Евгений Петрович! Неужто решились? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А ведь это большое дело. Только не вздумай там отравиться и утопиться. За несчастный случай вернут. Нет, ты вешайся, вешайся, вешайся. Ведь ежели вы всерьёз повеситесь, ему-то узурпатору отвечать придётся. Вы что, с ума сошли? Вешаться. Вот ещё новости. Неблагородно вы поступаете, Ольга Васильевна. Даже совестно. Ах, голубчик, от его взгляда молоко скисает. Входите. Входите, циклон прошёл. С добрым утром. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. 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 Благодарствую. Приятного аппетита, граждане. Благодарствую. Ох, Венечка. Ай, хорошо. Держи, пройдя. Приветствую вас, Стивана Дмилеевна. С нами, пожалуйста. Благодарств нет. Мы уже с рабочим классом. Ничего, ещё разок с нами. Не-не-не. Мы уже запусили. Вас просто просим. Нет, пожалуйста, не просите. Не обижайте. Мы своё место. Нет, мы знаем. Что же вы друг с вами? Нет, нет, нет. Вот сюда, Степан Емельянович. Вот сюда, прошу вас. Степан Емельянович, на какое же ты место посадитесь? Да ничего, Ксюша, не просижу место. Останется. Чайку, пожалуйста, горяченьку. Ой, лимончик. Ой, деликатес. Ниаким не привычным. Да не деликатес, лекарство. Вообще, вы пренебрегаете своим здоровьем, Степан Емельянович. Вот я вам сейчас коксю-коксю в чай налию. Противоцинготный, витамин С. Слышь, Фёдор, бродя, доктор боится, что мы зацинжаем. Все же видели, Оля Васильевна, что волки да цингот болели. Ну, конечно, ежели бы ради Воскресенечка сегодня, так сказать. Как, что? А? А что? Ну, я говорю, что? А что? Как? Я спрашиваю, что? Нет, 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 оставьте, оставьте. Ольга Васильевна. Ольга Васильевна, такой человек. Нет, не могу, не могу, даже не говорить. Открывайте, ну, никак нельзя. Минимально. Ты что сделаешь? Да у меня чувствительный характер. Волки, сырое мясо едешь. Держите. Что ж врачу-то делать в Арктике? Санги нет. Все здоровые. Зато рожать больше стали. То ли климат в Арктике переменился, то ли бабы взбесились. Рожают. Хорошо так. Спасибо. Красивая у вас профессия, Ольга Васильевна. За ваше здоровье, Степана Мирьяновича. Да ну вас и богу. Благодарствуйте. Здрасьте. 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 Половановича нет? Нет. А Елена Николаевна? Ее тоже нет. А вас это удивляет. А? Андрей Митрофанович, пожалуйста, садись. Вася, садись. Ксюша, ухаживай. Лимончик, пожалуйста. Противоцинготная. Андрей Митрофанович, я так полагаю, что самое противоцинготное спирт. Спирт. Садитесь. Согласен. Вася. Давай. Гляди, гляди, гляди. О-о-о-о. Это персонально, это персонально. Вот так. Все грустный. Король воздуха. Оставьте меня в покое, пожалуйста. Угнетен он, Степан Емельянович. Приказ его угнетает. Прошу внимания. Замечено мной, что при исполнении служебных обязанностей радист Кучумов ЕП позволяет тебе беседовать по радио на всевозможные не идущие к делу темы. Объявляю ЕП Кучумову выговор и строго предупреждаю, что повторное нарушение дисциплины вовлечет за собой более суровое наказание. Не пьюсь. Это приказ, ЕП, ты человек. Кто тебе приказать может? Король воздуха. Такую неблагодарную власть имеешь над всеми. Можешь такое на весь мир сказать. Можешь вообще всех без голоса оставить. Вот он твой приказ. Лена Николаевна, приветствуем вас. Доброе утро. А где? Замерзла, устала, проголодалась. Елена Николаевна, чайку горяченького, да? Да, спасибо, Фиша. Чаем душу не согреешь, Елена Николаевна? Ну, это у вас, Степана Емельяновича, душа промерзлая. Ее иначе как спирт не прогреешь. А я и чайку могу, только пойду переоделась. Нам. Работает она, бедняжка, много. Партийная, надо. Диксон. Узнаю старые пластинки. Да. Культурный центр Диксон. Бывали на Диксоне строили. Уничтожили Арктику. Совсем уничтожили Арктику. Арктика, боже ты мой. Бывала Арктика, но охотники, старатели, купцы, ученые. А теперь что же? Водолазы, механики, трактористы, радисты. Большевики. Что? Ничего. Я ведь не об этом. А ты кто такой? Чего ты встреваешь? Ты откуда взялся? А я ничего. Такой же, как ты. Бродяка. Такой. Да ты. Ты вот что. Ты нам в родство не лезь. Слышь, ты. Ты в глядя. Смотрите, что делать. А тогда. Бывали. Пора. На Диксоне строили. Спасибо. Что творится? Хорошо, вот так. Где наш? Ольга Васильевна. Ольга Васильевна, а я сегодня открытие сделаю. Какой же, Леночка? Я вдруг открыла, что наш остров очень-очень красивый. Я вдруг представила, что здесь будут гореть огни, много огней и готовый порт. Честное слово, красивый будет порт. А начальник? Казаков. Вы ещё дома и не одеты. Что случилось? Я не понимаю вас, друзья мои. Что случилось? Да вы же солнце прозеваете. Да сегодня солнечный день впервые на несколько недолгих минут посетит нас. А я знаю чудесный холм, с которого... Казаков. Одеваться! 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 Обрадовались! Одеваться! Я какого? Медвежонок вы мой милый. Казаков. А, понял, волчонок. Друзья мои, солнце, товарищ, точно оно ждать не будет. А начальники, небось, говорили? У кого что болит. А вы знаете, как я на него? Как на добавочную трудность, не более. Когда-нибудь, когда порт уже будет построен, я скажу себе, может быть, кому-нибудь ещё. У нас был тяжёлый грунт, тяжёлый море, тяжёлый начальник, но мы всё-таки построили порт. Вы мужественный парень, Леночка. Я вот при седителе говорю, если когда-нибудь, ну, понятно, невзначай, сделаю вам предложение, вы меня, пожалуйста, откажите. Я неподходящий для вас муж. Ну, разумеется, я откажу вам. Ну, вот и вечной ночи конец. Ну, пошли. Ольга Васильевна, плюньте на туалет. Кому вам его показывать? Маржан? Вася, Вася, мы не опоздаем, а? Я готова. Ольга Васильевна, вы ослепительный солнце. Сколько месяцев не видели солнце? Я как увижу краешек, умру. Ольга Васильевна. Иван Иванович, сегодня солнце появится. Да. А пойдёмте с нами солнце встречать. Вы что, не видите, что начальнику неудобно идти с нами? Это нарушает регламент и субординацию. Евгений Петрович, идёмте с нами солнце встречать. Оставьте меня в покое, пожалуйста. Ну, это невежливое по отношению и ко мне, и по отношению к солнцу. Ну, пошли. Пошли. Ольга Васильевна, в вашу руку. Ха-ха-ха. Я хотел спросить вас, чем вызвано ваше особое нерасположение ко мне. Разве? Ну, хорошо. Я не люблю вас. Чьей любви даже вашей не ищу. Я не люблю людей вашего сорта. Я считаю, что они не имеют права жить на земле, они как суховей. Вы бы нам сегодня солнце затмили, радость нашу высушили. А у нас так мало радости на этой зимовке. Возможно, вы правы, возможно, но зачем дерзить? Я же вдвое старше вас. Извините, я буду сдерживаться. Благодарю вас. Благодарю вас. КОНЕЦ КОНЕЦ Что там? Ой, ты, Сёмка. Что это у тебя? Лиса. Красавец сам поймал. Тебе. Не надо, зачем они лисы. Не обижай. Не надо, зачем? Что я с ней делать буду? Жене отвезёшь. У меня нет жены. Дочке? Дочке нет. Смотри, какая пушистая. Красавец сам поймал. А где люди-то все? Пошли солнце встречать. А вы что же? Я не пошёл. Я не плачусь. Пошли не падали с полня... И следующая улица refei и иди. Поставил бест Украины... обучать... КОНЕЦ Не уходи, Сёмка. Садись, будем чай пить. Ты начальник добрый, хороший человек, я понимаю. Я тебе ещё лису поймаю. Не надо, я не люблю лисиц. Помнишь, у меня канарейка была? Помню. Сдохла. Соскучала, скучала и сдохла. Благодарствую. Хорошо тут у вас. Тепло, уютно, по-людски. Да. Соскучился, да? Ну что, хорошо без Карпухина? Хорошо. Только разговаривать не с кем. Раньше бывало хоть ругались. Я теперь с собаками разговариваю. Ну что, понимают? С собакой она всё понимает. Сказать не может. Ты откуда родом? Мышадринский. А я брат Севастополец всю жизнь на морях порты строил. Ты, наверное, и порта хорошего не видел. Мышадринский. Замечательная эта вещь порт. Особенно если своими руками построил. Для моряка порт это как родина, как очаг домашний. Я тебя, начальник, спросить хотел. Да. Тут на тысячи человек мимо меня проезжал. Ночевал. Да, так вот, сказывал, будто учёные наши удобрение такое удумали, что, мол, теперь и в тундре хлеб можно сеять. А? Не знаю, не слыхал. Хорошо бы. Земли-то тут, боже ты мой, поднять бы её, вспахать да засеять. Только, думаю, врал человек. Земля-то тут вся насквозь мёрзлая, а земли много. Да, мёрзлая земля. Свои обычные. И люди чужие мне, люди непонятные. Да что люди. Люди обыкновенные, как везде добрые. В тот раз меня шоколадом почивали. Я популярности не ищу, мне нужно, чтобы люди работали. Работали, слушали меня. Что, может я не прав? Начальник, ты не взыщи, я тебе не советчик. Не советчик я. Мы обязаны построить этот порт. Обязаны. Как думаешь, построим? Я, может, не то скажу, чего, начальник, ты не взыщи. Человека его приласкает надо. Да, человек он ласку любит. Ты его приласкай, он для тебя что хочешь, гору свороть. Да, ты думаешь? Вот ты меня ободрил, от Карпухина ослабонил. Я же для тебя что хочешь, куда хочешь за тобой. Низкий тебе поклон за это. Что это? Солнце солидует. Солнце! А я и не увидел. Большой Земли поздравляю вас с появлением Солнца. Большая Земля помнит, любит и гордится вами, строителями и творцами Советской Арктики. И желает вам новых побед, здоровья и счастья. Музыка Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я не ожидал от вас. А что вы от нас не ожидали? Вы что думаете, что вы только один порт строите? У вас у одного душа болит. А у нас только руки, а души нет. Спасибо. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Через час опять начнёт заносить маню. Через полчаса моя бригада снова выйдет на работу. Вы будете разговаривать с людьми? А что мне с ними говорить? Они меня знают. Вы бы с ними поговорили. Все, что я им хотел сказать, я сказал. И от них от себя я требую только одного исполнения долга. Все время требовать да требовать. Иногда и попросить надо. Меня никто не просит. Меня требуют. Сорок метров причала в срок. Иначе снимут голову. Я решил отстранить грохот от обязанности бригадира. Перевести в плотники. Слышите, товарищ Харитонов? Вам с горы виднее. Возвращались. Давай, ребята, уходи. Что, Максимович, выслуживаешься, святые Господа, Богу хочешь быть? Давай, давай, веселей. Садись, ребят. Садись, родники. Ну, чего там, амурёк-то, Ксюша? А, мы языком запись. Слева выкушите, ребята. А, любишь её? А кто ж её проклятую не любит? Тебе нальет, Фёдор Максимович? Ну да, тебе ж начальство нальёт. Емельян в случае. Ему, ну, каждый раз. Ещё пускай слышит. Начальник. Он бы пришёл, сказал, но я провёл народ на Майну. Меня ж люди любят, меня слушают. Верно говорю, ребята? Повезли. Начальник. Начальник не тот, у кого якоря на рукавах, кого народ любит. Я вольный человек. Нет надо мной власти. Ни партейный, ни церковный никакой. Тебя, Степан, сегодня начальник из бригадиров уволил. Немыслимые слова, говоришь, Хедор Максимович, не в плотнике перевел. Пошли. 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 Стоять, чьё-то! Уважай! Ксюша, а что случилось? Давай, Кучумов в майну провалился, Саша, сели. Вот так. Терпи, терпи, терпи. Не дороже, Василий, ну больно же. Не терпите. Просу, просу, просу. Вот так. Ничего, ничего. Ничего, ничего. Ну больно. Ну больно же. Ну не надо. Ну больно. Ой. Ну-ка, давай, милый. Охлебни. О, да, да. Не нравится. Не нравится. Давай, давай, давай. Открывайся. 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 Открывайся, вот, хорошо, хорошо. Ну вот, жить будешь. Ой! Порядок. 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 Зачем мы всё это сделали? Что я сделал? Весь этот балаган. Через полчаса Майна снова занесёт льдом. Через полчаса я снова пойду. Один. Если понадобится, один. Я думала, вы сильнее. И не я одна. Все верили. Вы сила. Вас не любили, даже ненавидели. Но боялись и работали. А теперь... Кто вы теперь? Какой отвратительный спектакль вы устроили. Баба! Если бы я мог, я бы один без вас всех построил бы этот порт. Каждый гвоздь вбил, каждое бревно обтесалось 40 метров причала к навигации. Поймите, здесь не только торговые суда проходить будут. Поймите это! НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Кхе-кхе. Мы, мы виниться пришли. Убирайтесь отсюда, грохот здесь не балаган. Убирайтесь отсюда! Убирайтесь отсюда! Убирайтесь отсюда! Убирайтесь отсюда! Убирайтесь отсюда! Судить! 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 Мы с тобой видели смерть, Степан. Так что же из этого? Это была наша молодость. Завтра ты предстанешь перед судом, что людям скажешь о своей жизни. Бродяга, на пролисью поляну можешь смело сказать. Только и было у нас с тобой славы, что вот это вот лисья поляна. Значит, нет больше дружбы на свете, Льва. Так, дружба есть, Степан. Дороги у нас с тобой общей больше нету. Тридцать лет бродяжничали, везде-то мы с тобой побывали, только нигде не прилепились. Если меня засудят завтра, я застрелю его, как собаку. так и знай. А может, и себе потом. превосход%& Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Когда силой был, не жалел, а теперь жалко... У нас не заведено друг другу жалеть. Выручать, да, жалеть, сочувствовать, уговаривать... Это нельзя. Пропадет он. Пропадет. Ах, Елена Николаевна, не по-людски у нас все как-то получается. Только бы знать, что осудим мы Степана, и все переменится. Начальник не переменится. Это точно. Дайвич, когда пришли к нему, кается, думал, что прорвет, не выдержит каменная душа. А нет. Ведь нам что от него нужно? Слово ласковое, больше ничего. Большое это искусство сказать ласковое слово человеку. Я вот тоже не умею ласковые слова говорить. Вон еще один полуношник идет. Извините, не спится. Закройте шторы казаков. Пусть будет ночь. Извольте. Я хочу к начальнику пойти. О Степане поговорить. Ну и вообще. Попробуйте. Попробуйте в самом деле, авось. А я попробую. Можно же с ним это по душам поговорить. Можно? Сюда идти. Ничего не спите, товарищ Харитонов. Так вот и вам тоже не спится, товарищ начальник. Надо спать. Надо силы беречь. Завтра у нас тяжелый день. Ряжь будем, спускать воду. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ряжем. Попробуйте. Сколько? Попробуйте. Попробуйте. Ряжем. Попробуйте. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вон там когда-нибудь будет порт. Будет. Будет. О, да вы философ, Леночка. Я не философ, я инженер-гидролог. Я хочу порт строить. Оказывается, без психологии, философии порт не выстроить. Черт знает что. Это ведь порт строят люди, а человек не свершенен. Почему? Почему не свершенен? Ну, знаете, разное воспитание, разный характер. У одного он хороший, а у другого дурной. Дурной характер? Не понимаю. По-моему, это просто не чистоплотность души. Это Шопенгавер? Не знаю. Может быть, это я сама придумала. Я сейчас очень много думаю, казаков, что главное в жизни. Карьера, ерунда. Чистолюбие, не знаю, не испытала. Дружба. Но вот дружили два человека. Тридцать лет дружили и разошлись из-за чего? Из-за порта. Ну, значит, главное в жизни порт? Да. Правильно. Для меня порт. Для другого, не знаю, дом, верфь, завод, дети, сад. Разве не для этого живет человек? Не для творчества? А бессмертие в чем оно? Разве не в том, что человек сделал и оставил на земле? Разве не для творчества? Ну, а любовь? Любовь? А кого любить? Ну, меня, например. За что? Ну, знаете, разве об этом спрашивают? Это Лена чувствует. Неправда. Нельзя любить ни за что. Я, по крайней мере, не умею. И не смогла бы полюбить слабого и жалкого человека. Я могу его только пожалеть. Нет, жалости, пожалуйста, не надо. Тот, кого я полюблю, должен быть лучше меня, сильнее меня. Словом, вам нужен идеал. А таких среди смертных не бывает, Леночка. И правда. Должны быть. Ну, а меня вы так... Совсем? Да, не люблю. И зачем вам моя любовь? Вас же все любят. А это плохо? Не знаю. Вы хороший парень, Казаков. И характер у вас хороший. Вы хороши для всех. И значит, нехороший для вас. Я не люблю обтекаемые формы. А я люблю вас, Лена. Так, люблю. Да нет, нет, вы не бойтесь, я сейчас уйду, уйду. Буду бродить по острову и думать над вашими словами. 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 застёгиваться. Не надо лезть опять в свою бронированную скорлупу. Не спится? Да не спится. Усталь. Устал. Значит, и вам бывает тяжко? Бывает. Глаза устали. Ну что, ненавидят меня? Да, они любят. А вы разве нас любите? Будут они судить грохот, и вот его они любят. Вы так думаете? Не понимаю я. Ну что вам, Порт? Вам сказали строить, вот вы и строите. А сказали, поломать вы бы ломали? Да, ломал бы, если б знал зачем. А вот вы строите, не знаете зачем. Так-таки и не знаем. Нет, не знаете. Что для вас Арктика? Это романтика, авантюра? Ну, научный подвиг, допускай. А мне нужно, чтобы порт был построен вовремя. Странный человек. Непонятно. Скажите, ну а как же там, на большой земле? Как же вы там-то жили и работали с людьми? Там другие люди были. А мы здесь что же, люди второго сорта? Почему второго сорта? Ну, я бы предпочел работать со своими людьми. Но ничего, ничего, скоро приедут. Я вызвал кое-кого. А что же эти ваши первосортные люди? Они любили вас? Не знаю, я не спрашивал. Что ж так? У нас времени не было, мы работали. Ну, вы их помните, вспоминаете? Помню. Ну, и кто из них вам особенно дорог? Не надо меня допрашивать. Нет, вы скажите, скажите. Ну, многих вспоминаю, многих. Например, был молод такой Старченко, Игнат Андреевич, монтажник. Хороший человек? Отличный работник. Пожилой? Нет. Хотя, да, за 50 ему было. Семейный? Сыновья у него были. А сыновья у него что же, плавали или учились? По-моему, один был военный моряк. А ваш Старченко жил одиноко, со старухой, с сыновьями? Не знаю, этого я не знаю. Нет. Вас и на большой земле не любили. Да, возможно, не любили, но работали. Очень хорошо работали. Они меня понимали, я их понимал. Бог вас знает. Может быть, и я не поняла вас. Я таких людей тоже не люблю. Романтическая Арктика, да? Вот это вот колоритные люди. Выдумали вы все это. Мне нужны работящие, деловые люди. И Арктика, пусть обыкновенная, но удобная для работы и для жилья. Удобная. Ну что, мы возьмем эту Арктику в руки и круглый год будем летать без вашей специфики. Я уже вижу этот порт. В мечтах? Почему в мечтах? На чертежах. И что же это красиво? Это очень красиво. Причалы. Целая линия причалов. У каждого причала корабли стоят. На рейде корабли. Ледоколы, лесовозы, фрегаты. Флаги. Смолой пахнет. Запахом человеческого труда. Норвежцы в мехах. Англичане с трубками. Американцы. Голландцы. Ну и наших, конечно, очень много. Вот, а на берегу город. Знаете что, а давайте разбудим сейчас всех рабочих, строителей. Вы принесете чертежи и расскажете о порте, да только так, как вы мне сейчас рассказывали. Это чепуха всё это. Нет. Хорошо. Давайте не сегодня, давайте завтра. И вы расскажете. Они же будут смеяться. Нет, никто не будет смеяться. Будут смеяться. Нет. Ну а если будут, засмеетесь и вы. Смеяться-то вы умеете? Нет, не умею. Неправда, должны уметь. Ну, усмейтесь. Усмейтесь. Перестаньте, ну что? Ну, улыбнитесь. Широко, вовей свой рот. Ну, я прошу вас, ну, смейтесь. Чудовище. Камень. Грунт тринадцатого класса. Не дадим в обиду ногу Степана. Слышь, Федор, я им про Марью Ивановну рассказать ещё хочу. Что ты, Степан? Прочь, ну. Сладкая была баба, Марья Степан, но бестолковая. Не скажу про её дурного, отрабатывала она это золото, честно. Честно. Мы ей на глаза показаться боялись, шуткали. Цельный медный самовар ей за любовь чистили. Хороший самовар был, Баташовский. Степан, Степан, ну, брось ты шутки шутить. Ты перед судом стоишь. Перед судом товарищей. Тебя тут по совести будут судить. Вот ты и ответ держи по совести. А не хочешь виниться, так так и скажи людям. Да я ж цельный час уж каюсь, что залил в тот день не сто граммов чистого, как полагается, а четыреста. Где взял тот спирт, сказать не могу. Не мой секрет, дела сердечные. Ну, как вам не стыдно? Ну, что вы говорите, Степан Емельянович? Фёдор, Фёдор, ты дамочку суди. Она всему первопричина. Балаган, опять балаган. Не ожидал я от тебя, Степан. Ты ведь что сделал? Ты топор до начальника поднял. И не каешься. Вот в этом каюсь, Грешин. Вот то-то. Грешин в том, что замахнулся. Ежели замахнется человек, надо бить. А я замахнулся и не ударил. В чём, признаюсь я, всенародно виноват? Да он просто издевается над нами. А я тебя не за топор сужу. Я тебя за причалы буду судить. Ты нам стройку срывал. Нет, бросьте. Этого пускай народ скажет. При мне, когда я начальником был, народ доволен был. Верно говорю, ребята. О чём говоришь? Да как моя воля, а не то, что сорок метров. Я половину причалов отгрокал. Верно говорю, ребята. Ты половину подвергскую ищешь, Степан. У пьян чужих подвергскую ищет. Ты а ну честных людей спроси. Вот сидят перед тобой, ты у мастеров спроси. Что ж ты на меня-то как на мёртвого валишь? Ты поаккуратней. Я ещё пока живой. Пристрастием судишь, Фёдор. Так не годится. Отвод суду. Пусть чай другого судью назначат. По справедливости надо. Бросьте себе, кто у нас троих, Степан. Я тебе как другу скажу. Ты дружбы-то не касайся. Вот она, твоя дружба. Всем видна. Нет, я тебе как другу скажу. Может, я сейчас самого себя здесь сужу. Я тебе как другу говорю в последний раз, Степан, одумайся. 53 года ты прожил на земле. Как дальше-то жить будешь? Ты душу-то из меня не мотай. Ты взялся судить, так суди. Только люди не позволят тебе надо мной распроучинить. Люди моё добро помнят. И начальство пускай постережётся. Я ещё не покойник, живу. А ты за людей не кричай. Люди сами скажут. А ты нам рот не затыкай, не затыкай. Прекратите этот балаган, Фёдор Максимович. Товарищи, другие мастера, что ж вы-то молчите, обижают меня? Мы своё слово скажем. Вот народ я уважаю. Вот народ меня пускай и судит. Народу я худого не сделал. Начальство пускай, а народу я худого не сделал. Ты за народ не говори. Люди сами скажут. Ну так что? Будем судить, граждане. Перекур надо, другой час. Потом, потом покурить ей. Потом. Тобачком-то я не запасся. Благодарствую, ребят, благодарствую. Я вот Иван Тереновича. Иван Теренович, у тебя тобачок-то позлее будет. Да, злой у меня тобака. Это все знают. Чего только в его кладёшь. Злость свою и кладу. Судимый угощаешь, Иван Теренович. О, кури, кури. О, кури. Желаешь ли ты, Степан Емельянов, грохот еще сказать людям? Я все сказал. Так, ну что ж, пущай теперь люди говорят. Говори ты, Иван Теренч, ты у нас старшой. Нелегко первому камень кидать, но я тебя кину, Степан Емельянович. Ты извиняй. Ударю. Ну, только приди, не промахнись. Любили меня люди, сами сказывали. А за что нам тебя любить? Мы плотники, мы работу любим. Говори, Иван Теренч, говори. На край земли мы пришли, вот куда. Наглянешься кругом, мать честная, дальше-то нет ничего. Лед. А для чего, спрашивается, пришли? Порт ставить пришли. Мы плотники, тем мы живем. Он по всей русской земле, наши срубы стоят, все на нас держится. А ты... Ты, Емельянович, что ж? А ты, брат, что? А? Кто ты? Суждаю я тебя, ты уж не взыщи. Как срывщика стройки признаю тебя виновным по всей строгости. За табачок мы вместе курили и спиртишком баловались. Вредный ты. Неспокойный ты для строительства человек. Ты уж извиняй старика. Так. Ну, говори ты, Никодим. Приздаю Степана грохота виноватого. Считаю виноватым. Осуждаю. Братцы, вы что, начальство ныне так возлюбили, что на своих идете? Нет, Степан. Что греха таить? Мы начальника не любим. Ты, Иван Иванович, не взыщи. Правду сказать надо. Любови промеж нас нет и не было. Мы, Степан, государство уважаем. Вот так. И тот человек, который государственную линию ведет, вот того человека мы уважаем. В этом можешь не сомневаться, Степан. А любови? Любови нет. Что сделаешь? Вы знаете, мне симпатичен этот человек. Но факт остается фактом виновен. Ольга Васильевна. Осуждаю. Так. Ну, теперь говори ты. Заводска кругляк. Да я что, я как люди. Да нет, нет, ты говори. Говори. Я как люди. Миру виднее. Мир, он умнее меня до рука. Так, теперь ты, Фролка. Я, мы. Но нам теперь говорить не приходится. Верно, Грохот. Зря столько спирта стравил людям. Говори, Андрей Митрофанович. Ну что, сказать надо. Трудной была та зима, что мы прожили, не дай бог. Ну а кто виноват? Ну кто? Зима, ночь, пурга, метель. Эй, братцы. Не так страшна метель в Арктике, как склока. А вот это ты, Степан. Ты склоку затеял. Принцип свой поставил выше дела. Но ещё и на начальника топор поднял. И вот поэтому осуждаю я тебя, Степан Емельянович. По советской своей совести осуждаю. В политотдел сообщить надо. Не печатали человека. Так. Ну, кто ещё сказать хочет? Всё сказали. Всё. В остатний раз спрашиваю тебя, Степан Емельянов, грохот. Желаешь ли ты повиниться и просить у народа снисхождения? Лись и поляну вспомни, Степан. Я всё сказал. Ну, я не знаю, что народ скажет. Не знаю, что начальник решит. А по моей совести нет для тебя другого приговора, Степан, как судить тебя по закону зимовки. А что это за закон? А это старый закон. Это... Который человек не умеет жить с людьми по-людски. Такой человек подлежит выселению из зимовки. Куда хочет. Тундра большая. Не умел жить с людьми? Живи со зверьём полярным. Это правильный закон. Это смертный приговор. А мы тут не шутки шутим. Что ж такое, братцы? Сегодня, значит, Степана судим, завтра ещё кого, меня. А куда деваться-то? И так на краю света стоит. Ну, так как, граждане? Подтверждаем этот приговор? На том приговоре все согласны? Нет, братцы. Я такого закона не знаю. Есть один закон, и он советский. Пусть его на большую землю везут. И там судят. Нет. Пусть начальник решает. Ну, так как, граждане? Пусть начальник решает. Ну, что ж, крохоты мы осудили, тут и спора нет. Всё на этом? Суд закончен? Нет, не всё. Теперь давайте судить. Ну, меня, что ли, давайте судить. Вот это да. Я инженер-коммунист, Казаков Павел Иванович. Обвиняю себя в том, что не сумел сплотить коллектив. Пытался всех успокоить и утешить тогда, когда надо было больше работать. Был просто хорошим парнем, когда надо было быть железным. И ещё во многом я обвиняю себя, а вы теперь судите, как хотите. Всё на этом? Нет, не всё. Теперь я буду обвинять вас, товарищ начальник. Перед юридическим законом. Нет, из-за вами вины. Государственная комиссия будет, она приедет сюда. Вас ни в чём не упрекнёт. Будьте покойны. Но здесь суд зимовки. И вот перед этим судом я обвиняю вас. Я обвиняю вас в том, что вы не поверили нам. А человеку надо верить. Тогда он будет человек, а не зверь. И ещё я обвиняю вас в том, что вы не полюбили нас. Нас, своих товарищей. А человека надо любить. Потому что без любви нельзя творить прекрасной на земле. Я знаю, мы не понравились вам. Ну что ж, какие есть свёл случаи нас здесь всех на краю земли. Разные, хорошие и плохие. Товарищи. Неотборные. Обыкновенные, товарищ начальник. Товарищи. Товарищи. Увел это место. О lays на доме вот здесь моя. Наверное, расхищена коррекция. Товарищи. Режим. Кeleка. Который тур,минах в巡 Molly. О Tales пти. Киев, Севастополь, Каунас и другие. Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Заявление Советского правительства! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, в 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Каунас. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...